Привет, унимоводы! Нас на моем канале уже две с половиной тысячи. Представьте, только представьте, сколько это! Очень много, на мой взгляд, потому что, когда я начинала этот канал, у немоводов в России было, ну, наверное, несколько десятков. Сейчас, даже если это не сильная страсть, а просто интерес, то я все равно горжусь этой цифрой. Значит, у нас много общего, нам есть что с вами обсудить. Сегодня я хотела затронуть очень важную тему, которая волнует как новичков, так и опытных коллекционеров. Это название видов и сортов. Я очень часто, наверное, не проходит и дня, как я получаю вопросы. Пожалуйста, определите мое растение, вот вам моя фотография. Порой я не сдерживаюсь, я часто раздражаюсь, когда вижу такие вопросы, особенно от тех людей, которые давно меня знают, и знают, по какой причине я не отвечаю на такие вопросы с оговоркой. Я знаю, что вы не любите эти вопросы, но, пожалуйста, вот вам моя фотография, подскажите, что это за сорт. Друзья мои, сейчас в этом видео я вам подробно расскажу, почему я не отвечаю на такие вопросы. Первое и главное, что сейчас с интересом, с ростом интереса к ионимам возникло огромное количество сортов. Определить я могу только, вот по одной фотографии, да, только видовые растения. Чем вид отличается от сорта, вы помните, да, вид это природник, разрастает в естественных условиях, а сорт, это культивар, который искусственно выращен, культивирован, это гибрид, который получен скрещиванием каких-то других сортов. Да, бывают и природные гибриды, которые скрестились в природных условиях, но чаще всего то разнообразие сортов, которые сейчас мы видим, оно получено человеком за последние годы. И эти сорта, во-первых, настолько сильно размножились, что просто я не успеваю все отслеживать. Очень многие сорта для меня тоже новость. И эти сорта не проверены временем, они нестабильны. Ответить на ваш вопрос не представляется возможным. Если вы новичок и купили свой иониум у первой встречной бабушки, или вы оказались в теплых странах и увидели свободно растущий иониум где-нибудь на клумбе, и срезали черенок, на 90% я вам гарантирую, что у вас один из трех-четырех сортов. Это либо атропорпуреум, либо велюр, либо арбореум, либо румяная красавица. Вот если вы вот в таких условиях, когда вам хозяин дарит черенок или продает, или вы его срезали на улице, и вы не знаете, что это, то есть хозяин не знает, то это, скорее всего, один из этих сортов. Потому что это наиболее распространенные культивары. Если это какой-то редкий новый сорт, то просто так он у бабушки на заваленке из ниоткуда не возьмется. Значит, эта бабушка будет знать, как называется это растение. Те иониумоводы, которые серьезно занимаются растениями, у них наверняка будет не просто точное наименование, но еще и его латинская транскрипция. Поэтому, когда вы получаете иониум, вы должны в первую очередь спросить, а что вы мне, собственно, продали? Если на этот вопрос не знает ответа сам продавец, то, поверьте, я тоже не могу тыкать пальцем в небо. Голословно, по одному фото, ну, поверьте, ну не могу я определить. Лучше я скажу вам, что я не знаю, чем я скажу вам ошибочное название, и вы потом будете его распространять, и тогда получится, как снежный ком, эта путаница будет нарастать и нарастать. Нет, я не хочу этого делать, именно поэтому я не отвечаю на такие вопросы. Далее, чтобы определить сорт, нужно знать очень много параметров. Нужно понимать, какой величины розетка у взрослого материнского растения. Например, вот сейчас вы видите, это самый крупный из существующих древовидных сортов, это иониум гранат. У него очень большая розетка, но если вдруг вы стали обладателем вот такого малыша, маленькой розетки, то по одному маленькому бутончику я тоже не могу предположить, во что это вырастет. Малыши очень часто не похожи на своих мам. Далее, очень важно знать, как растение ветвится, какой формируется взрослый куст. Ну, например, если мы уже взяли гранат, то мы видим, что это очень мощные стебли с огромными розетками. Очень важен цвет. В течение года у граната от действительно такой гранатовой шкурки до кирпичного. Вот сейчас он у меня уже уходит в оранжевый, еще немножечко, а он станет такого терракотового цвета. Очень важно, какие бутоны иониум формирует в период спячки и как он ведет себя в зимний период. По одной фотографии я тоже не могу это определить. Вот, например, это иониум корнелиус лемси. Сейчас вы видите, в спячке он сбросил большую часть своей листвы, розеточки скукожились. Но если вы вспомните, как это растение мое выглядело в начале весны, это были такие лохматые розетки с очень длинными листьями. Я их называла дредами. Настолько они были длинные и свисали вот так вот под своей тяжестью к земле. Я знаю теперь, как ведет это растение себя, потому что я наблюдала его в течение года. Если я просто увижу вот такую розетку, я могу предположить все, что угодно. Важно, имеет ли листва велюровые ворсинки. Вот если вы видите на молодом приросте такие едва уловимые ворсинки, то это либо Blushing Beauty, либо велюр, либо какие-то сорта новые, выведенные на их основе. Например, Иониум Глютинозум, такие ворсинки мало того, что не имеет, у него еще и липкая листва. Если прикоснуться, то вы прямо чувствуете, как будто бы вы потрогали нечто, облитое сиропом. Это тоже отвечает на вопрос, а что это за сорт. Отдельно скажу вам, что запах не критерий для определения сорта. Вы у меня спрашиваете, а вот у меня этот Иониум пахнет. Как вы думаете, это велюр? Друзья мои, пахнут практически все Иониумы, если их потревожить. Они пахнут под ярким солнцем. Если вы начнете переставлять с места на место, я иногда прохожу мимо кустов и слышу этот аромат. С чем это связано? Почему растение начинает выделять эти запахи в определенный период? Ну, я не могу вам ответить стопроцентно на этот вопрос, поэтому запах исключим из определения сорта. Это не критерий. Следующий признак, который может помочь нам определить сорт, это цвет цветочков на цветоносе. Очень многие Иониумы, практически большинство, цветут желтыми соцветиями. Желтые соцветия будут и у Граната, и у Вуду, и у Циклопа. Очень многие Иониумы цветут желтым, но есть такие Иониумы, которые цветут белым. Это, например, Урбикум, Псевдоурбикум. Розовым цветет Ланцератенский. Сорт можно определить и по плотности соцветий. Так что очень много критериев для того, чтобы определить все-таки о каком сорте или виде мы с вами говорим. Если вы действительно настолько серьезно увлеклись, что хотите досконально разобраться, я вам советую поискать ботанические справочники, которые в основном на английском языке. Но там будет перечень Иониумов, где растет конкретный вид, когда он был обнаружен, будет эволюция названий, кто когда поименно обнаружил, где хранится гербарий с этим определенным Иониумом. Ну, например, в этом справочнике вы латиницы наберете или найдете в перечне Иониум Нобеля. Прочитайте досконально, как он выглядит, как он размножается. И вы поймете, например, что вот это растение не чистое Нобеле, это Нобеле гибрид, потому что он ветвится. Хотя очень много схожих признаков, но если вы внимательно почитаете, вы поймете, что это, конечно же, не классические Нобеле, не видовое растение. Есть очень хороший ресурс, чешский сайт. В нем представлены не все существующие виды, но те, которые вы на этом сайте найдете, очень пространно описано, как ведут себя растения. Алфавитный порядок вы клацаете на тот сорт, о котором хотите больше узнать и читаете. Там тоже, по-моему, английский и испанский. Очень я вам рекомендую испаноязычную литературу. Я, как и многие из вас, испанским не владею. Я пользуюсь Google-переводчиком. Но хочу вам сказать, что в испаноязычном сегменте очень много дельной информации, хотя бы потому, что родина этих растений это либо острова, которые принадлежат Испании, либо острова, которые принадлежат Португалии. Для них это родные растения, родная флора. Естественно, то, как не они, будут знать о ней больше. Но в ботанических справочниках вы найдете только видовые ионимы. Все, что касается сортов, особенно последних сортов, советую вам пользоваться Инстаграмом. Ни ВКонтакте, ни Одноклассники, ни Авторитет. У нас все-таки очень узкое сообщество, несмотря на то, что нас уже 2500 только на моем канале. Тем не менее, это не наши родные растения, и мы не обладаем той полнотой информации, той насмотренности, которая будет у вас, если вы будете пользоваться Инстаграмом. Потому что Инстаграм ныне запрещенный, но тем не менее, я вам советую им пользоваться. Там публикуют свои растения и ионимоводы со всего мира. Япония, Северная и Южная Америка, Австралия. Это чудесное сообщество. Я со всеми ребятами состою в переписке. Мы действительно обсуждаем какие-то сорта, новые появления, спорим. Вы даже если просто только начнете пользоваться Инстаграмом, это принесет вам просто громадную пользу. Что нужно делать? Нужно написать в графе поиск, там где лупа, хэштег. Далее слово ионим, латиницей аэониум. И дальше без пробела название сорта, который вас интересует. Дальше увидите в ленте огромное количество растений от людей, которые поставили этот хэштег, публикуя свои экземпляры. Вы увидите и маленькие череночки того сорта, который вы ищете, и взрослые сформированные растения. Вы увидите этот самый сорт и зимой, и летом, и в разных климатических условиях. Это очень-очень большую пользу вам принесет. И вы сможете на основании этой огромной выборки сравнить свое растение с тем, что вы увидели. Понятное дело, что все, о чем я вам говорю, и ботаническая литература, и хэштеги в Инстаграме, это все, если вы знаете сорт, но сомневаетесь, как этот сорт должен выглядеть и относится ли к нему ваше растение. Обратного поиска, конечно, нет. То есть нельзя по вашей фотографии обратно раскрутить и узнать, что это конкретно у вас. Но когда у вас будет эта насмотренность, тогда вы уже сможете делать выводы. Я за чистоту сортов, и поэтому очень сильно возмущаюсь, когда вы, еще не зная, как ухаживать за этими растениями, об их специфике, о том, что они впадают в спячку, о том, что они растут, наоборот, зимой, о том, что не надо их засвечивать лампами в зимний период. Вот не обладая всей этой информацией, но вы купили два череночка, и срочно, почему-то обморочно, вам нужно определить сорт. Друзья мои, зачем? Ну, что вам даст это знание? Если вы будете в этом развиваться, эта информация придет к вам сама собой, у вас будет насмотренность. Ну, как любое другое коллекционирование, чем бы вы ни занимались, вы постепенно становитесь в этом профессионалом, вы начинаете в этом разбираться. Не стоит это делать вот с первого своего череночка, который вы приобрели. Я надеюсь, что я дала вам какие-то подсказки, где получать информацию, а вы уже дальше, пожалуйста, сделайте эти шаги сами. Еще раз скажу, да, я уже знаю, может быть, больше, чем вы, но я не знаю всего. Я не могу вам точно определить сорт по фотографии. Этот ролик я записала и для своей собственной пользы, потому что я теперь буду его отправлять всем, кто снова и снова будет задавать мне вопросы. Пожалуйста, определите мой ионим по фотографии. Хорошо, друзья, до встречи! Продолжение следует...